Застройщики, банкиры, краевые чиновники и депутаты собрались на рабочей встрече. Тема – возможные изменения в федеральном законе. С июля 2019 года в обязательном порядке при долевом строительстве были введены эскроу-счета. Это явилось реформой 2017 года, чтобы прекратить появление обманутых дольщиков. Такой эскроу или условный счет не дает воспользоваться застройщику деньгами дольщиков, пока дом не будет введен в эксплуатацию. По законным проектам предусматривается возможность открытия частичного доступа к средствам, замороженным на счетах эскроу, при окончании надлежащим качеством очередного этапа строительства объектов недвижимости. Например, при достижении не менее 30% строительной готовности объекта, возможно было бы разрешить уполномоченному банку перечисление застройщику 10% средств со счета эскроу. При достижении 60% готовности объекта, 30% средств со счета эскроу. При достижении не менее 90% 50% средств со счета. Оставшаяся сумма подлежала бы перечислению уже после представления застройщикам разрешения на ввод в эксплуатацию. У Министерства строительства к законодательной инициативе позиция неоднозначная. Позиции Центрального банка однозначно нет, 100% нет, потому что на сегодняшний день в данном законе у нас и в предложениях по факту неурегулирована история, связанная с теми рисками, о которых прошла сговорить. В случае, если при всем том объеме вода, который у нас есть, если хоть один дом, условно говоря, у нас при высокой степени готовности 90% оказывается не вводным, а наши коллеги уже использовали их профсчета на следующий проект, снимут деньги, то понятно, что весь тот положительный эффект, который у нас с вами мы получим, он просто сведется по факту к нулю и подорвет доверие непосредственно и к закону, и к нашим застройщикам, и к долевому строительству. Чего бы не хотелось бы допустить, но моя позиция на сегодняшний день, я бы хотел закон все-таки поддержать, потому что строительный сектор надо однозначно разбивать. Позиция госинспекции против. Поэтому мы, конечно, как надзорный орган, как практики, которые, как никто другой понимает, ну и в принципе многие присутствующие тоже знают, во сколько обходится субъекту решение проблем обманутых дольщиков, пока не будет четкого механизма, обеспечивающего гарантию права дольщиков, мы не можем поддержать этот закон в том виде, в каком он есть. Кто будет обеспечивать эти гарантии и за какой счет, пока это непонятно. Поскольку если вдруг строительство останавливается, банк возвращает те деньги, которые внес дольщик на счет из Кроу. А при предлагаемой редакции предполагается, что на счете из Кроу деньги только те, которые остаются, видимо, банк только их может компенсировать, а что будет с раскрытой частью, непонятно. Банки брать на себя такие обязательства не собираются. Есть проектное финансирование и множество услуг, рекламой которых перед застройщиками банкиры и занялись. За принятие решения новые застройщики, к примеру, экс-министр территориального развития, осужденный за сокрытие налогов Виктор Пазников. Казалось бы, для застройщиков отличный законопроект. Можно воспользоваться деньгами и нарастить темпы. Но позиция китов жилого строительства в счете удивила. Крупные застройщики предлагают не трогать счета с деньгами дольщиков, иначе снова появятся обманутые. Но вводить другие меры поддержки необходимо. Мы всегда были честные застройщики, а были и нечестные застройщики. А были люди, которые вообще приходили на этот рынок, чтобы сорвать деньги и выйти. То есть вы о другом механизме говорите? О том, чтобы те средства, которые в качестве собственных внесены, 15%, их возможно? Что бы те как-то освобождали бану. Ну, на каких-то условиях. Пусть кредитный договор, пусть под тот же какой-то процент, который действует на счетах Искрова, вот этот кредит, может быть, рассмотреть этот. Ну, я не знаю, куда надо. И я-то вот за это, за то, чтобы обороты хотя бы нам освободили. Для создания непрерывного подготовки площадок будущего. Если бы мне в середине строительства, нам в середине строительства открыли часть счетов Искрова и закрыли кредит, это никак бы не повлияло на экономику в лучшую сторону для моей компании. Компании нужны оборотные. Все ваши доводы будут обязательно приняты. Сегодня мы принимать решение не будем, потому что, повторюсь, у нас комитет будет через неделю. Там мы этот вопрос рассмотрим. Но на что хочу обратить внимание и, наверное, Минстрою предложить отдельно встретиться на площадке, что в прошлый раз, что сегодня, звучат предложения об одном и том же, что нужны механизмы другие, не те, которые мы рассматриваем, но это какая-то маленькая часть, нужны другие механизмы, чтобы строительная отрасль выглядела по-другому, чувствовала по-другому, чтобы, в конце концов, жители видели развитие строительства на территории края. И мы про это говорим, но конкретных предложений, по крайней мере, на площадке законодательного собрания, которые бы мы действительно видели, что они будут в помощь строительному бизнесу, но пока нет.